«Любви все возрасты покорны», — гласит бессмертное выражение русского классика. Но не все склонны разделять это мнение. Нередко можно встретить осуждение общества в сторону пар с большой разницей в возрасте. Так и Виктория раньше даже подумать не могла, что когда-то обретет счастье с мужчиной, который будет старше ее на целых 40 лет. Уроженка Челябинска познакомилась со своим будущим возлюбленным в возрасте 22 лет. Она работала журналисткой в местном СМИ. Вика отправилась брать интервью у пенсионера-активиста, организатора движения «За возрождение Урала». Это и был ее будущий супруг Борис Яковлевич. До ухода на пенсию был военным. 30 лет он прожил в браке с дорогой ему женой, но та ушла из жизни. Он оплакивал потерю, а Виктория в этот период была замужем, но брак ее не был счастливым. После первой встречи Борис и Виктория ничего друг к другу не почувствовали. Но судьба их сталкивала неоднократно. Они часто бывали на одних и тех же мероприятиях и стали сближаться. Встречи участились, а Виктория поймала себя на мысли, что испытывает к Борису Яковлевичу что-то большее, чем просто приятельские чувства. Бывшего военного смущало, что Виктория ровесница его внучки. При встрече с родителями Вики он пытался поговорить с ними на эту тему. Просил их убедить свою дочь в неправильности всей ситуации. Но родители не были против, они лишь хотели счастья Вике. Так и завязался роман у молодой журналистки и военного в отставке. Девушка подала на развод с нелюбимым супругом и погрузилась в новые отношения. Несмотря на все осуждающие взгляды и сплетни, эта пара уже 7 лет живет в любви. Борису Яковлевичу сейчас 69 лет, но это не мешает ему растить дочь. Материальное благополучие обеспечивает супруг, а девушка учится на психолога и всячески старается способствовать процветанию семьи. Если родители Виктории с самого начала не были против такого союза, то родственники ее избранника отнеслись к их отношениям совершенно иначе. Дети и внуки прервали общение с Борисом, какое-то время даже не разговаривали с ним. Сейчас же общение сводится к праздничным поздравлениям. Субтитры создавал DimaTorzok